Всем привет! И у меня часто задают вопросы, типа, как одевать шлейку и где мы ее купили. Сегодня на этом видео я покажу, как мы одеваем шлейку и гуляем. А купить шлейку можно в интернете или же сделать по инструкции. Инструкция есть в интернете. Вот такая вот у нас шлейка. Серая крепится на шею, а вот эта вот розовенькая на крылышке. Теперь берем попугая, только нужно осторожно, чтобы попугай не сильно испугался. Но у меня он уже одевает шлейку где-то раз в двадцатый. На первый раз он вообще очень сильно вырывался и кричал. Так, ну вот, вот эту вот серую штуку мы, как я уже сказала, одеваем на голову. Вот так вот. Так, ну голову продели, теперь одну вот крылышку. Сейчас. Одно крылышко продели. И продеваем второе, но он его уже вытянул. Сейчас тут немного надо растянуть, чтобы было легче одевать. И все, продели. Осталось теперь только затянуть. Затягиваем и готово. Осталось только поправить все остальное. И вот, готово. Теперь можно идти на улицу. Вот, спускаемся, уже на улицу идем. Попугай ведет себя нормально в подъезде, но немного не слушается. Грызет блестяшку. Ну, нормально. На улице он вообще никогда ничего не грызет, потому что ему там интересно, ну и есть что делать. А подъезд ему просто скучно. Мы поедем в центр города, чтобы показать, как он гуляет. Вот мы уже едем в машине. И приехали. На улице он очень радуется, постоянно разговаривает. Сейчас покажу, как он говорит. Если что, это он говорит куче, тук-тук-тук, куче-кум. И так он продолжает говорить всю дорогу. Теперь покажем, как он летает. В шлейке ему очень удобно летать, но он почти никогда не летит. Только, когда хочет полетать, мы его отпускаем. Так вот, к земле. И он взлетает кому-то на голову. Еще для длительных проулок я сделала вот такую вот кормушку. Чтобы, когда попугайчик проладается, он мог спокойно покушать. Это когда-то была поилка. Но я добавила закровашку, и получилась и кормушка. А, кстати, минусы и плюсы перебивания птички на улице. Плюсы то, что он дышит свежим воздухом и получает солнечные лучи, что ему обязательно. Еще, кстати, вы имеете возможность пофоткать птичку и сделать красивый видеоролик. А минус то, что он может испугаться, ну, когда вы будете одевать на него ошейник. Оно на улице ему очень нравится, и он никуда не улетает. Но для того, чтобы одеть шлейку, нужен полностью прирученный попугай. Чтобы он не боялся так сильно, когда одевать шлейку. Потому что первый раз, когда я одевала шлейку, он кричал, но не кусался. Хотя он и сейчас немного кричит, но немножко. Просто потому, что ему не нравится, что пачка этого перышки. Эта фотография сделана и на улице. Всем пока! Спасибо за просмотр! Ставьте лайки и подписывайтесь!